Открытие первой выставки давайте считать состоявшимся. В первый день детских каникул Центр дополнительного образования детей собрал большое количество школьников на интерактивной выставке научно-технического прогресса. Сначала для ребят была проведена развлекательная программа, где они отвечали на вопросы, связанные с робототехникой, а затем самостоятельно конструировали роботов из картонных коробок. Давайте посмотрим, как он выглядит. Молодец! Аплодисменты! Но самое интересное началось после развлекательной программы. Участники выставки из Хребтового, Гремучева и Бугучан представили ребятам свои работы в области робототехники. Это и болит «Формула-1», и робот-акробат, и даже робот-грузчик, который может переносить различные предметы. Все эти модели ребята создают в своих образовательных учреждениях на кружках по робототехнике. На изготовление некоторых моделей уходит по пять часов кропотливого труда, но это того стоит. Это датчик измерения 20 сантиметров? Создаем других роботов. Ну, там, допустим, керлинг есть-есть, сумо. Ну, специальные роботы. Игры проводим также среди учеников. Да, собственно, не надо никаких сильных навыков. Это само с опытом придется временно. А то, что вот это кропотливо. Да, это очень кропотливо. Не всегда все получается, не всегда везде все подключаешь. Ученики Гремучинской школы представили на выставке 3D-ручку. С помощью нее из пластика можно создавать любые объемные предметы. Это пластик специально для того, чтобы рисовать. Вот, и получаются вот такие. Он цветной, да, бывает? Да, бывают разные цвета. И есть две фирмы пластика. Это ABS-пыла. Каким лучше рисовать? Лучше рисовать пыла. Почему? Он на природных материалов сделал. Смотришь на модели и удивляешься, как дети могут создавать такие гениальные вещи. Школьники в 6-7 классе умеют не только конструировать, но еще и моделировать и программировать. Они управляют роботами не только с помощью пульта, но и с помощью своих гаджетов. Робот это выполняет какую-то часть работы человека, поэтому можно сделать почти полноценного человека. Хотел бы создать какого-то суперробота? Ну, конечно, не знаю, какой-нибудь искусственный интеллект, который мог бы все делать, придумать свои эмоции. После посещения интерактивной выставки у многих школьников появилось желание заняться робототехникой, научиться конструировать и создавать роботов самостоятельно. Вот там был робот, интересно, он вот так берет любой предмет, вот так поднимается, переносит куда-нибудь. Ты бы хотел самым вообще заниматься робототехникой? Да, вот я пойду. Будешь заниматься? Да. Мир робототехники привлек внимание не только детей, но и заинтересовал многих взрослых. Первая интерактивная выставка научно-технического прогресса в Бугучанах удалась. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» Бугучаны. Это все, что есть.